Приветствую, уважаемые трейдеры и инвесторы. На связи с Михаилом Ричер. На часах у нас примерно 11 по Москве пятница. Как всегда, у нас в это время на YouTube-канале компании Amarkets, Market Trading с Михаилом Ричером. Поэтому сегодня с вами продолжаем торговать, продолжаем обучаться торговле. Как вы помните, этот формат у нас построен таким образом, что мы первую часть изучаем теорию, вторую часть торгуем, совершаем сделки, анализируем рынок. То есть, та, чтобы совместить и приятное с полезным, заработать денег и быть в профите. На прошлом занятии мы с вами разобрали, что же такое макроэкономический анализ. В принципе, основную мою торговую статейку Market Trading. Кстати, вот данную торговую статейку я создал и фактически формализировал еще в далеком 2012, наверное, я говорю 12-13, да, 12-й год это было. За это время много чего от меня начали копировать, кто-то, наверное, кто-то использует на других, выдает от себя. На самом деле есть одно маленький нюанс. Вот сегодня мы с вами будем разбирать торговлю по уровням. То есть уровни, структура, в частности, именно анализ не просто полосочки самой как таковой, а именно как этот уровень работает в рамках целой структуры рынка. И теперь, смотрите, смотрите, что у меня. Большинство вот такая берет. Берет технику, поторговали, что там полосочки нарисовали. Сегодня покажу самую крутую. Самую крутую технику, кстати, слепой уровень. Это вообще моя запатентованная технология. Так вот. Большинство вот так вот взяли технику, торгуют. Но при этом нет осознанности того, что делается. Потому что уровни, просто проведение уровней, это не является панацеей для торговли. То есть если вы не будете понимать глобальный макро-тренд, а как это делать, мы с вами разобрали в предыдущем нашем эфире, то в таком случае фактически в любой вход он будет просто наугад. Вы будете думать, а что я сейчас делать, купить или продать? А вообще сейчас какая-то моделька нарисовалась. Сейчас кто, все. Нет какого-то одного четкого решения. Поэтому, чтобы этого не было, мы приступим к осознанной торговле. То есть таким образом, чтобы вы и глобально понимали макро, и сегодня расскажу про то, как определить. Во-первых, сегодня расскажу про то, как построить правильно уровень и структуру ротинга, и расскажу про то, как непосредственно определить одну только зону, где можно только продать, и даже зону, где можно только купить. Поэтому давайте не будем затягивать. Я вообще хочу, чтобы эти видео были по 9 минут, но я что-то сомневаюсь, что у меня так получится. Поэтому давайте будем приступать. Сразу давайте, раз уже включилась у меня, так, это мы уберем. Раз уже у меня включилась график, покажу вам мега-крутую технику, которая называется слепой уровень. Смотрите, какая фишка. Закрываете полностью это все, убираете. И закрываете глаза, что самое важное. Так, извиняюсь за шум, это у меня трейдеры приходят в офис, и поэтому заходят здороваться. Так, закрываем глаза. Вот самое главное закрыть глаза. Вот это, это просто тема. Делайте, вот двигайте мышкой, как хотите. Вот желательно возьмите горизонтальную линию, чтобы нарисовать. Опа, и нарисуем. Смотрите, какая тема. А какой охрененный уровень? Я не знаю, я не видел, как я его нарисовал. Я просто, я глаза закрою, это просто главная фишка, потому что если не закроете, ничего не получится. Смотрите, идеальные отработки. Тут еще можно модельки придумать себе. Давайте возьмем где-то по истории, ну, типа, чтобы сильный был. Вот смотрите, вообще шикар. Можете прям пользоваться. Дарю бесплатно. Так, а теперь если серьезно, давайте будем приступать к нормальной, к нормальной, нормальной работе. Смотрите, сегодня я бы хотел еще больше все-таки уделить внимание обучающей части, потому что, когда я буду уже на следующих заниматься больше торговли, объяснением, чтобы я вам сказал, что ребята, идите, смотрите первые два видео. Там есть вся основная логика того, как работает торговая стратегия, как работает макро-трейдинг. И вы это все посмотрели себе, знаете, на каких принципах базируется моя торговля. И дальше вы уже со мной работаете, зарабатываете. И все же так. Вот. Так, поэтому, давайте первое, что начнем. Все-таки первое, с чего нужно начинать, разобраться, какие же участники работают на рынке. Большинство, как говорят, на рынке работают два участника. Первый – это продавец, второй – это покупатель. Аналогично, потому что, если вы кому-то продаете, то в таком случае от вас должен кто-то купить. Если у вас не будет контрагента, то есть если не будет покупателя, то вы никому не продаете. Вы тогда не продадите ваш товар. Самый яркий пример – у вас есть машина. Вы ее хотите продать, скажем так, не знаю, 20 тысяч долларов. Вот вы хотите продать свою машину за 20 тысяч долларов. Но вам никто не дает эту цену. Вот значит, вы не продадите эту машину. Если у вас сделка не состоится и на графике, вы не увидите стоимость этой сделки. Потому что график – это отражение того, что уже было. То есть, то есть сделки, которая произошла. То есть, то же самое на валютном, на фондовом рынке. Если вы увидите цену на графике, значит, по этой цене произошла последняя сделка. Вот это важно. Теперь смотрите дальше. То есть, это все логично. Но в то же время, если мы говорим про рынок, то есть, есть у нас рынок. А что же такое рынок? А рынок – это площадка, на которой можно продать определенный товар. Или купить определенный товар. Но теперь этот определенный товар, в нашем случае, так как мы больше работаем с валютным и фондовым рынком, это будет валюта, акции, те же облигации, то есть, биржевые активы. Таким образом, возникает лишний вопрос, а откуда эта валюта на рынке появилась? Вот есть товар. Нашим товаром – это валюта. Я сейчас буду говорить, например, на валютном тренинге, потому что все-таки большинство, я так понимаю, торгуют валютой, поэтому мы на нем зацентируем внимание. То есть, откуда эта валюта появилась? А у нас, чтобы эта валюта появилась, должен быть какой-то производитель. То есть, как вы помните из предыдущего видео, есть в каждой отдельной стране свой центральный банк, который занимается тем, что контролирует денежную массу, контролирует финансовую стабильность в стране. То есть, он имеет право печатать деньги. И фактически он является производителем валюты. Производство. Но теперь возникает логичный вопрос. А как часто вы заходите в центральный банк, чтобы вам выдать денег? Скорее всего, никогда. Поэтому, понятное дело, что мало кто покупает товар напрямую от производителя. То есть, обычно происходит как? Обычно есть определенный посредник, а это никто иной, как тот же трейдер, который что делает? Покупает валюту от производителя и продает его конечному покупателю. Давайте теперь это больше объясним. Производитель. Кто такой производитель? Центральный банк. Кто такой последний? Коммерческие банки. То есть, фактически коммерческий банк заказывает у центрального банка нужный ему объем валюты или покупает нужный ему объем валюты для того, чтобы выдать ее непосредственно покупателю. Тоже такой важный момент, который есть большое заблуждение, что центральный банк, у него там печатная установка, он берет, печатает в прямом смысле этого слова. Деньги и наличка, и завозит банки. На самом-то деле, объем наличной валюты в большинстве основного мира, он крайне низкий по отношению к общему объему денег, потому что центральный банк, когда идет речь о печатании денег, печатание в кавычках, это больше речь идет о так называемом безналичном увеличении денежной базы. То есть, просто в компьютере убили цифры, и денег добавилось больше. А когда надо выдать уже эти деньги непосредственно покупателю, а покупателю кто это будет? Это мы с вами, все люди, которые пользуются валютой. То в таком случае коммерческий банк заказывает уже нужный объем наличных денег, если у него нет, у центрального банка, он в центральный банк завозит и в коммерческий банк, и он уже выдает непосредственно покупать. Поэтому, кстати, кто в Украине сталкивался часто про то, что когда надо снять большую сумму денег, там полмиллиона гривен, миллион гривен, в таком случае надо звонить не банк, заказывать, и говорить, что я вот тогда-туда-то приду и заберу эти деньги. Это на самом-то деле, совершенно такая распространенная проблема, и когда нужно даже всего-то нам всего полмиллиона, это сколько, это на данный момент около 20 тысяч долларов. Это уже надо заказывать где-то за неделю, чтобы вам все подготовили. Вот есть такой тоже нюанс. Нет, конечно, можно сделать и быстрее, но это будет стоить дороже. Так, вот, так теперь мы пришли к тому, что фактически главным потребителем валюты у нас будет вот этот покупатель. А для чего покупателю валюты? Вот для чего нам нужна валюта? Денег сами по себе, они ничего не стоят. Раз они ничего не стоят, то есть их надо во что-то вложить. И фактически эти покупатели уже, ну, то есть потребитель валюты, он будет их во что-то вкладывать или на потребительские расходы, или для инвестирования, или для других потребностей. Ну, другие потребности, я уже даже не знаю, что это может быть, просто их, не знаю, полезно, что ли. Так, соответственно, мы приходим теперь к тому, что на рынке есть уже не два участника, а есть три участника. Есть производитель, а он же будет самый крупный продавец, потому что нафиг ему валюту. Он же сам себе на нее напечатает. Крупный продавец. Есть посредник, он же трейдер, который покупает валюту от производителя, продает валюту потребителю. А потребитель – это крупный покупатель. Вот таким вот образом и работает модель. И главный вопрос, который должен задавать себе любой трейдер – а будет ли спрос на этот товар у потребителя? Потому что все, что производится, производится для потребителя. Если этот участник не будет хотеть, не захочет купить товар, то в таком случае и спроса на этот товар не будет. Вот этот себе вопрос всегда задавайте. Теперь идем дальше. Получается такая картина. Есть у нас валюта, есть производитель, посредник, то есть мы уже понимаем крупный продавец, мы понимаем крутого покупателя. Тоже еще один такой пример, я просто хочу, чтобы вы понимали это в общем масштабе рынка. Компания Apple производит свои iPhone, производит где? На заводах в Китае, Индии, и там новый завод вроде в США сейчас остался. И кто из вас покупает iPhone напрямую у производителя? Да никто на заводе не покупает. Все покупают через разного реселлеров или Apple Store и тому подобное. Они являются посредниками. И в конечном итоге этот товар покупает покупатель, то есть потребитель непосредственно. Вот. Теперь исходя из этой всей логики получается следующая картина. Получается, что мы, понимая, что у нас работают вот эти три участника рынка, можем их найти на графике. А как нам их найти на графике? Все очень просто. Смотрите. Нам нужно правильно построить уровни и структуру рынка. А как это сделать? Давайте разберемся в правилах последнего уровня. Есть у нас бар. Цена открытия бара, цена закрытия бара. Допустим, у нас пошли падающие бары. Что означает падающие бары? То есть, если цена закрытия этого бара ниже, чем цена закрытия предыдущего, и идет у нас такое движение. Если цена закрытия последующего бара выше, чем цена закрытия предыдущего, то по минимуму предыдущего бара мы строим уровень. Все, вот у нас есть нижний уровень. После чего, например, рынок растет. И мы увидим, как он красиво. То есть, рынок растет имеется в виду, что каждый последующий, цена закрытия каждого последующего бара закрывается выше, чем цена закрытия предыдущего. И появился падающий бар, у которого цена закрытия ниже, чем цена открытия предыдущего бара. Значит, по максимуму последнего растущего бара проводим уровень. У нас есть верхний уровень. И, соединив точки построения данных двух уровней, мы получаем структуру. То есть, мы получаем какую-то волну. И вот это внутри, это есть ничто иное, как зона комфорта. Потому что, фактически, здесь, словно там, покупатель, извиняюсь, последний затаривается у производителя, начинает это реализовывать, цена растет, потому что есть спрос на валюту до тех пор, пока этот спрос не заканчивается. Как только этот спрос закончился, то в таком случае мы сразу в рынок начинает падать. И здесь уже, получается такая зона комфорта, где посредник покупает по низкой цене себе от производителя и продает по более высокому потребителю. И таким образом происходят торги. Все, что внутри нас не интересует, может в рынок падать, расти, может происходить все, что угодно. Самое главное, следующее, если цена выходит за пределы нашей границы, за пределы наших уровней, и бар закрывается выше уровня, то есть идет закрытие выше данного уровня, то в таком случае этот бар пробил уровень. Это называется пробой уровень. Теперь важный момент, о чем я не сказал, это направление тренда. Если вот данную точку, мы взяли ее как точка счета, мы знаем, там есть производитель, нет там производителя, нам важно именно визуализировать, чтобы понимать основные движения возле уровня. то есть если с этой точки счета у нас следующий бар растущий, то мы принимаем, что направление тренда вверх. И если у нас происходит пробой тренда, пробой уровня по направлению тренда, в таком случае мы считаем это фактически движением за трендом и ожиданием дальнейшего роста, то есть тренд не сломался. Излом тренда будет называться пробой уровня, изломом тренда. Если у нас тренд не сходящий, пробой верхнего уровня будет называться изломом тренда. Все просто и логично. Вот у нас произошел пробой. Что мы теперь делаем? Теперь вот этот верхний уровень, который у нас был, мы его переименовываем на промежуточный. Для чего нам нужен промежуточный, сейчас объясню. А нижний уровень удаляем отсюда и проводим его по минимуму последнего падающего бара, откуда началось вот это растущее движение. Видите, у нас восходящий бар, восходящий бар, а это последний падающий. Вот это у нас будет нижний уровень. Это будет промежуточный. И что нам дает промежуточный? Если у нас идет расторговка выше промежуточного, значит движение пойдет вверх. Если у нас идет возврат за промежуточный и здесь торгуемся, значит движение пойдет вниз. То есть он фактически нам показывает, ну не силу тренда, а показывает, есть ли спрос вблизи максимума. Если спрос есть, в таком случае рынок пойдет дальше наверх. То есть мы уже помним главный вопрос, который надо задавать, есть ли спрос на рынок. Таким образом идем дальше. То есть получается вот пошли вот наши росты. Верхнего уровня, как видите, у нас нет, потому что мы не знаем, где он. Сколько будет идти этот рост? Этот рост может идти до бесконечности. Поэтому пока у нас не появится падающий бар, у нас не будет верхнего уровня. И соединяем обязательно все точки, по которым мы строим уровни, мы их соединяем так называемой нашей структурой. И получаем вверх, вниз, дальше движение. Тут и первый важный момент, который я хочу, чтобы вы понимаете. Вот здесь у нас в этой точке мы говорили, что здесь производитель продает свой товар посреднику. Посредник реализует этот товар и в этой точке он уже максимально продает. То есть тут уже спроса как такового со стороны потребителей нет. И он начинает максимально продавать, и рынок падает. И мы находимся в зоне комфорта. А что происходит здесь? Почему рынок растет? Вот помните 2014-2015 год, когда был резкий рост курса рубля, курса гривны. Когда курс рубля был 30, тут он поднимается в 40 и резко взлетает на 50, 60, 70. Почему? Потому что люди начали бояться, что сейчас будет полный крах рубля, а опыт есть. И в результате все начали резко покупать доллар. За счет того, что бешеный спрос на доллар, курс рубля улетает просто в космос. То же самое было с гривны. Как только выросли выше 10 в космос, вылетели сразу на 15, потом на 20, на данный момент уже 25. Так, в итоге, что мы теперь получаем? Получается в этом месте, в этой точке большой спрос со стороны потребителей. И если он будет, если он дальше проживает, то рынок залетит наверх. И вот это вы можете уже использовать. Это одна из, кстати, моделей входа, по которому уже нужно использовать данный уровень. То есть вы понимаете, что здесь есть спрос. Если он есть, если и глобальный макроэкономический тренд тоже вверх, в таком случае спрос просто продолжится и очень-очень сильно вырастет наверх. Вот. Теперь смотрите, что дальше происходит. Допустим, рынок падает. Падает себе. И идет излом тренда. Так? То есть закрытие ниже нижнего уровня. В таком случае эти уровни удаляем. И оставляем только верхний. И от него начинаем строить структуру по принципу падения. Точно так же, как будто бы мы начинали заново. То есть идет падение, падение. Раз. Откат. Два. И дальше пошло движение вниз, пока не появится растущий бар. Три. То есть и таким образом строим все заново. И вот тут важный момент. Где у нас самый хороший вход на разворот тренда? Где наша самая лучшая зона покупки или зона продажи? Я сейчас это покажу на практике, которая рисуется. Поэтому ничего не прерывайте. Допустим, вот я давайте структуру отрисую. То есть у нас пошли вот эти движения наверх. Точка 1, точка 2, точка наша 3. Кстати, я их так и называю, так они и описаны. Точка 3 это большой спрос со стороны потребителей. И это движение может продолжаться в принципе сколько угодно. Но как только мы вернемся обратно ниже данного промежуточного уровня, это будет точка 4. Вот здесь уже спроса не будет. И фактически после этого здесь самая хорошая зона для того, чтобы продавать валюту. То есть в точке 4. Структуру отрисовали. Сейчас я покажу это на практике. Вы это все отрисуете. Вы сами будете видеть, как оно работает. И в результате отсюда придет движение сильное вниз. После чего снова идет движение точка 5, 6. То есть тут у нас появился спрос. В точке 6, если мы понимаем, что здесь спрос появился, то здесь логично производитель продает товар последнику. И пошло движение далее вниз. И оно будет идти, вот это накопление, до тех пор, пока мы не вернемся обратно за вот этот уровень. Это будет точка 7. И в результате дальше движение наверх. И таким образом, в точке 4 мы знаем, что мы можем только продавать. А это у нас направление тренда вверх. И образовалась разворотная модель. А в точке 7, это направление тренда вниз. И образовалась разворотная модель. Мы можем только покупать. Другого варианта нет. И теперь смотри, если вы понимаете, что у вас другого варианта нет. То есть в этой точке вы должны только продавать, а в этой только покупать. То в таком случае вы просто только покупаете. или же только продаете, больше ничего не делаете, все, то есть не надо думать, а что мне сейчас делать, плюс ко всему, теперь давайте покажу две модели основные на разворот, которые чаще всего будут использоваться, которые очень хорошо работают, еще один момент, не заходите в сделку каждый день, не надо вам каждый день, зайдите тогда, когда появилась ваша модель, поэтому я сейчас покажу две модели, вы их точно видели на графике, часто их упоминают, это модель шпилька, так называемая, и модель рейса, но важно, дождитесь, пусть появится, и тогда заходите, и вот тут важный момент, у нас идет направление трендов вверх, образовался наш верхний уровень, и бар, дневка, это все, кстати, Д1, мы все работаем на Д1, бар у нас заходит выше уровня, где-то пунктов на 10, мы можем здесь уже на уровне выставить отложенный ордер со стоп, в чем мы их, если в этот день он вернется обратно, то пойдет сильное движение вниз, то есть здесь выше нет спроса, вот это важный момент, вот здесь нет спроса, раз здесь нет спроса, в таком случае не будет движения дальше вверх, и особенно если бар закроется ниже уровня, вот это называется шпитка, здесь нет спроса, раз нет спроса, в таком случае уходим вниз и продаем, но вам не надо ждать формирования этого визуала, ну это никому не нужно, вы же заходите по цене, где-то был ставить и прочее, я расскажу, когда мы будем уже торговать, но важно вот именно сам момент захода, то есть это наша первая модель, а вторая модель гораздо интереснее, она чаще отрабатывает, то есть мы идем вверх, допустим, закрываемся выше уровня и на следующий день, вот тут мы уже ждем закрытие выше уровня, а на следующий день выставляем на нашем уже, он был вверх, так как мы его пробили, он уже становится промежуточным, то на промежуточном уровне выставляем отложенный уровень селстоп и ждем, если на следующий день рынок зайдет ниже и пробьет этот уровень, ну даже не то, что пробьет, а зацепит наш селстоп, стоп, как вы уже понимаете, где у нас, и ждем дальнейшего снижения, потому что здесь, получается, спроса нет, то есть тут продали всем, кому могли и ушли дальше вниз, на покупку та же самая картина, только в обратную сторону, то есть это наша вторая модель, все, то есть основные правила, которые вам нужно знать на данный момент я рассказал, потому что теперь мы будем уже с вами больше заниматься практическими занятиями, так, 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 скользяющие средние мы, кстати, тоже будем использовать в работе, но это я вам потом расскажу, допустим, наш, что у нас, это валютная пара евро-доллар, давайте я, чтобы далеко не уходил, начнем где-то отсюда нашу, возьмем точку отсчета и с нее уже построим уровень, смотрите, чем мне нравится трейдинг-вью, можно нажать реплай, выбрать себе нужный бар, так, и нажимаем тут, есть падение, и теперь смотрите, рост, отказ, вот наш, мы говорили, что по, давайте себе вот это возьмем, чтобы было мне ближе, вот по этому бару считаем ее как точку отсчета, почему? Росли-росли и упали, все, что было раньше, забудьте, то есть нас интересует сейчас, нас только вот это движение интересует, то есть мы живем сегодня, мы не живем вчерашним, то, что было вчера, оно было, а мы живем сегодня, мы торгуем сегодня, и мы вкладываем на будущее, а не на вчерашнее, вот, пошло движение вниз, опа, снова вверх, в таком случае по минимуму падающего бара проводим здесь снизу уровень и берем трендовую линию, и соединяем две точки, вот наша первая волна структуры, где мы сейчас можем зайти в сделку, вот когда сформировалась только первая волна структуры нового тренда, мы здесь вообще нигде не заходим, ждем формирования, ничего, все видите, все в канале, вот представьте себе, сколько раз бы вы здесь зашли в сделку, если бы где-то здесь что-то рисовали себе, какие-то зеркальные уровни и тому подобное, а здесь нельзя заходить, наоборот, нужно ждать, снова мы говорили, что так как это первая волна, пока ничего не делаем, смотрите, пробой, возврат, все шикарно, и пошли вниз, то есть вот пробой уровня, пробой у нас пошел куда? По тренду, потому что первый бар у нас после точки счета падающий, значит, движение у нас пошло по тренду, и откуда началось это однонаправленное движение, вот наш последний растущий бар, значит, верхний уровень у нас строим по последнему вот этому растущему бару, и соединяем две вот эти точки, пошло движение вниз, откат, и пошла вторая волна тренда, вот теперь ждем, когда сформируется нижний уровень, и относительно нижнего уровня сможем покупать дальше, наверху, собственно, так вот, падение, падение, рост, и соединяем две вот эти точки, падение, вот теперь смотрите, если у нас заход за нижний уровень и возврат, мы можем купить, и теперь смотрите, что самое важное, мы уже знаем цену, по которой мы будем покупать, просто выставляйте себе алерты, и ждете, когда сформируется этот модель, опа, зашли вниз, можем ли мы здесь выставить одножку на покупку, да, можем, почему, потому что наша вторая модель, рельсы, зашли вниз, и тут же фактически можем уже на следующий день покупать, дальше, у нас произошел и пробой уровня, в таком случае, верхний уровень идет сюда, ну, фактически я промежуточный взял, верхний можно удалить, и соединяем это все в структуру, дальше идем, вот шикарно пошел возврат, все, цепанулись, и что теперь происходит, так, нижний уровень у нас будет здесь, по последнему падающему, это соединяем, и здесь мы зашли в покупку, ждем дальнейшего роста, где наш тейк будет, так как минимум на 24-й скользящий, мы можем уже закрывать данный вход, как называется, данный вход, но на самом-то деле, тейки я вам потом расскажу, мы можем даже мыслить и сюда, и спокойно заберем все движение, действительно большое движение, и хорошо себя заработаем, так, дальше идем, пошел движение вверх, опа, снова пробой уровень, шикарно, мы с этим работали, я пока, смотрите, давайте договариваемся, что выходим из сделки, когда появляется сигнал в обратную сторону, то есть мы здесь купили, движение пошел наверх, пока сигнал в обратную сторону нет, значит, сделки пока не выходим, так, но произошел пробой уровня, в таком случае удаляем бар, который пробили, удаляем промежуточный, у нас остается только один нижний уровень, первый бар растущий, это наша точка счета, в таком случае принимаем, что направление тренда у нас пойдет вверх, вот пошел вверх, сформировался сверху верхний уровень, почему, потому что бар у нас падающий, предыдущий, растущий, вот наш верхний уровень, тоже объединяем это все точками, и дальше пошел, все в канале, вот наша зона комфорта, которая всем хорошо, происходит пробитие уровня, пробитие куда? По тренду, где наш последний падающий бар, откуда начало движение, вот отсюда, в таком случае его и принимаем, тут важный момент, нам не надо брать минимум, который был в этой зоне, а принимаем именно последний падающий бар, соединяем эту структуру и идем дальше, снова движение наверх, опа, упали, вот наши, дальше уровень, теперь смотрите, где мы можем продать, если происходит пробой выше уровня 1.10.63 и возраст за него, то есть в таком случае мы здесь можем закрыть сделку, ну закрыть предыдущую или даже продать, пока все в канале, опа, есть заход, вот, можем ли мы здесь продать, если мы зайдем за этот уровень, да, можем, почему, потому что это наша вторая волна, есть пробой наверх, и фактически здесь мы можем, на следующем баре мы можем зайти на продажу, фактически мы бы здесь не зашли, нас бы здесь не цепануло, поэтому, то есть если, вот видите, наш уровень, если его цепанет, в таком случае закрываем эту сделку, ну тут, в данном случае, скорее всего, честно говоря, скорее всего мы бы ее закрыли, поэтому, почему, потому что у нас идеально, оно прямо на этом уровне, я уверен, что 70% здесь бы закрыло сделку, поэтому, фактически с вами заработали, общие движения, 160 пунктов, пройти без просадки, все, дальше ждем, теперь смотрите, а, да, я забыл, то есть уровень, ой, структуру нарисовать, раз, нижний уровень у нас идет сюда, я думаю, вы уже это понимаете, почему, и пошло дальше движение, то есть фактически сейчас, что нам надо ждать, надо ждать сигнала на продажу, движение вверх, опа, есть, я уверен, что после того, как здесь вышли, все такие, блин, а нужно вверх пошел, я мог заработать, вот это такая жадность трейдера, которая всегда работает, надо ее просто перебороть максимально, потому что это, это очень плохо, жадно, не надо быть жадно, то есть вот движение идет на меры, что мы можем теперь сделать, можем здесь продать, уровень 1.11.74, то есть видите, мы его уже знаем заранее, это все дневные уровни, вот дневные бары, то есть вам не надо себе что-то придумывать, все, все уже заранее за вас прописывать, и не надо заходить на младший таймфрейм, потому что вы и так зайдете по цене 1.11.73, а что вам на младший таймфрейм покажет, да ничего, то есть вот пока мы в канале, пока ничего, это все канал наш, мы ничего не делаем, мы сидим, ждем, здесь 10 пунктов нет, я сомневаюсь, что вы бы продали, это промежуточный, он у нас ничего, фактически показывает только стрессоустойчивость, все, что ваша покупка, все, что ниже него, фактически больше на продажу, то есть пока у нас все в канале, здесь фактически пробои, но здесь уже есть пробой, то есть что мы теперь делаем, удаляем эти все уровни и начинаем отсюда уже строить структуру, но чтобы нас не задерживать, понятное дело, что я это все не сижу вот так вот и не строю, тем более оно все уже автоматизировано, формализировано, то в таком случае у меня просто есть на МТ4 индикатор, который мне все вот эти уровни, вот все то, что мы с вами рисовали, ничего я тут не придумал, все оно отрисовано, все уровни построены, даже еще показывает сигнал, когда надо закатить сделку, вот на данный момент, пока у нас не сделалось, ничего не было, сидим, ждем, когда будет какой-то вход. А тут возникает следующий важный момент, чтобы вы понимали, что заходить просто бездумно по структуре, по уровням тоже неправильно, потому что нам нужно понимать глобальный макроэкономический тренд. Чтобы понять глобальный макроэкономический тренд, для этого у нас было предыдущее занятие, в котором мы все это разбирали. Ну и сейчас я вам уже покажу, секундочку, я только открою себе наш макроэкономический календарь на эту неделю, ну и в принципе на следующую тоже. На данный момент у нас, вернее валютная матрица имеет следующий вид. Из самых интересных инструментов для покупок это доллар-франк, доллар-иена, евро-франк, евро-иена, ой, извиняюсь, на покупок, для продаж. Соответственно, если будут появляться сигналы, можно по ним заходить, ставьте себе на паузу и копируйте, пока у нас направление тренда вот такое. Поэтому давайте возьмем, например, тот же доллар-франк. Ну тут у нас пока сильная продажа, но сигналов, как видите, на продажу пока нет, поэтому его пропускаем. Доллар-иена. Опа, денеж. Доллар-иена, вот здесь был хороший сигнал на продажу, но пока тоже сидим ждем. Что там у нас еще по другим? Евро-франк, евро-иена, ну то есть все, что связано с франками и иеной. А, даже следующий важный момент. Если у нас флайт, в таком случае мы можем торговать и в ту, и в другую сторону, именно побольше опираясь на так называемый статистический анализ и на уровни. То есть по статистике это у нас, я вам потом расскажу еще по ходу, то есть все-таки что-то оставлю на потом, по уровням, если появился сигнал, и у нас флэт, в таком случае есть шанс, что рынок все-таки пойдет дальше, там вниз или вверх. То есть если посмотреть по тому же евро-доллару, на данный момент особо тучи у входа нет, тоже ждем. Фунт-доллар, тоже видите, находимся в широком канале. Вот представьте, вот если бы вы здесь заходили, рисовали себя где-то по этому уровню, потому что он сильный или где-то по этому что-то уровень, ну можно, конечно, потом придумать, что вот здесь был такой шпилька хорошая и так дальше, но на самом-то деле это ни о чем. То есть у вас будет такой вот флэт еще очень-очень долго. Так, доллар-франк, тоже видите, мы находимся во флэте, можно было зайти на покупку, вот где-то неделю назад, но это не то, это мы разобрали. Дальше что у нас, NZD-иена, тоже смотрите, широкий флэт, пока нет смысла заходить, NSD-USD на данный момент. Вот тут у нас может быть хорошее движение, кстати, наверх, мы находимся вблизи нижнего уровня, вот есть такой шанс. Но это больше такая спекулятивная сделка, я, поэтому будьте особо внимательны. Так, доллар-канадец, пока тоже рисуется сигнал, но тут у нас что интересно, как раз то, что мы сегодня разбирали, движение пошло, вот здесь была покупка хорошая, тоже понимаете почему. Пошло движение наверх, и теперь здесь, если будет пробой и возврат, можно его рассматривать на продажу. То есть это у нас уровень, почему у меня нет в свойствах, 1.3154. Так, дальше, ауди везде. Ауди везде на данный момент пока ничего. То есть видите, какой широкий у нас канал, и в нем пока мы ничего не делаем. Так, знаете, что еще давайте разберем? Вот это такие, это уже больше кроссы. Кстати, если интересно, пишите в комментариях, какие вам интересны валютные пары, какие инструменты вообще интересны для анализа. я их буду разбирать, потому что вам, мне может быть интересно одно, вам другое, поэтому, чтобы мы уже объединили свои усилия по биткоину, если рассматривать сугубо технику, а тут просто другой вообще ничего не работает, то что мы здесь видим? Так, секундочку, что у меня тут индикатор слетел. Давайте я его удалю и поставлю его заново. Так, возьмем текущий наш этот и размер 5, где-то 9 поставлю себе. Вот, если кому интересен индикатор, пишите в комментариях или пишите мне, вам менеджер отдадут. Так, дальше, что мы дальше видим? Дальше мы видим следующее. По биткоин. Вот здесь был реально сигнал на шикарную продажу. На покупку у нас был где? Смотрите, уровень, пробой, возврат. Все по правилам, то есть все формализировано, автоматизировано, то есть не надо себе ничего придумать, надо сделать только макроанализ и зарабатывать себе деньги. Я думаю, уже от следующего занятия мы как раз этим и займемся и более активно будем работать. Так, ну это уже больше наши как они называются? Фондовые индексы, NASDAQ, S&P. Если интересно, тоже давайте будем разбирать. Здесь показывает, что ожидается продажа. На самом-то деле, оно так приблизительно есть. Так, а это у нас что такое? А, это индекс VX. Тут нормально, тут такие движения, это вообще вару. Вот. Поэтому, поэтому пишите те инструменты, которые вам интересны. Будем, чтобы уже на следующие занятия мы с вами конкретно ими занимались, заходили в сделки, считали риски и зарабатывали денежку. На этом у меня все. Надеюсь, было вам максимально подробно, рассказал, максимально интересно. Я старался, чтобы было всем классно, всем хорошо. Обязательно посмотрите, если вы еще не посмотрели предыдущий мой эфир ровно неделю назад и это посмотрите, сохраните себе, пересмотрите, чтобы точно знали, как мы будем дальше торговать и чтобы применяли данные знания у себя на практике и зарабатывали деньги. На этом у меня все. С вами был Михаил Ильич. Успехов побольше профитов. Инвестируйте, торгуйте, зарабатывайте, пишите, спрашивайте. Я на связи. Если меня нет на связи, у меня есть кураторы в онлайн-ниверситете, которые вам подскажут, помогут. Есть отдельно аналитики, которые делают анализ рынка каждый день. И если тоже у вас есть какие-то вопросы, они вам подскажут, с радостью помогут. по всем вопросам интересный индикатор тоже пишите в комментариях или мне, или в отдел поддержки компании Амаркетс. Все вам предоставят. И торгуйте, зарабатывайте и будьте успешны. С вами был Михаил Ильич. Увидимся с вами скоро. Субтитры сделал DimaTorzok